Кемеровская область 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 пересекают линию. 270 мостов надо воздвигнуть строителям. Рассекая тайгу и горы, все дальше уходит магистраль. И рядом с нею поднимаются в таежной глуши станционные поселки. Ко многим из них приложила умелые руки бригада Михаила Шинкаренко. На стройку Михаил Сергеевич пришел таким же вот пареньком, каким вступил сейчас в бригаду Василий Зутин. Теперь на счету у Шинкаренко более ста жилых домов, школ, магазинов. На стройке нашел он и свое личное счастье. В метриках у Танюши записано место рождения поселок Теба. Танюша и Теба – ровесницы. И строила поселок бригады Таниного отца. Выходной день. В клубе идут занятия кружка, бальных танцев. Танцевать хочется всем. Да не у всех хватает решимости. Погода в тайге переменчива. Иной раз такое разыграется, что впору хоть за каменную стену спрятаться. Но стен каменных на трассе нет. А вот дров на ночь запасти не мешают. Дневная смена закончила работу. Теперь на отдых. Только каков он отдых, если мороз идет по коже при одном виде этого жилища. У Альбина Шилаева сегодня радость. Письмо из дома. Прочти его вслух, Альбина. Пусть тепло материнских строк согреет и твоих подруг. А пульс стройки, между тем, все напряжение. Ни на один час не прекращается отсыпка земляного полотна. Круглые сутки ведется укладка пути. Руководит ею уже знакомый нам бригадир пути укладчиков Беркус. Рельсы укладываются звеньями. Десятки тысяч понадобилось их для всей трассы. Ведь протяженность ее 376 километров. Работы подходят к концу. Пятую часть пути уложила бригада Беркуса. Ей же и завершать дело. Вместе с сооружением дороги строился в горах Хакасии Абаканский рудник. Муральские рудознацы, побывавшие тут еще в прошлом веке, называли эту гору Абаканской благодатью. Теперь гора отдает народу свои богатства. Рудник сдан в эксплуатацию. Построена и дорога. Строители линии сердечно поздравили Центральный комитет партии и Совет министров. И вот он, первый маршрут с Абаканской рудой. Какого труда стоил каждый километр этой дороги? Если бы всю землю, что перекопали строители, погрузить на платформы, потребовалось бы полтора миллиона платформ. Встретить первый маршрут с трудой собрались в сталинских горожане, металлурги, строители. С сообщением о завершении работ выступил начальник строительства Денисов. Секретарь Хакасского областного комитета партии Колпаков говорит о тех изменениях в экономике Хакасии, какие принесла с собой дорога. От имени кузнецких металлургов строители благодарит главный инженер комбината Бородуллин. Абаканская руда в шесть раз ближе к комбинату, чем Магнитогорская. Отныне каждая тонна кузнецкого чугуна будет дешевле на 10 рублей. Каждая тонна. О дороге к Абаканской благодати в свое время мечтали капиталисты из франко-немецкого акционерного общества кузнецких хобби. Но иностранные эксперты были одного мнения. Здесь дорогу поставили. Строить невозможно. А мы построили. Магистраль, рожденная мужеством, вступила в строй.